Продолжение следует... О, хорошо! Так хорошо моржу Александру Богданову от обжигающей разницы температур. За этим ощущением он погружается под лёд уже пять лет. Крещенских купаний мужчине было мало. Теперь у проруби его можно встретить не реже, чем рыбаков. Пользуя закаливание, Александр проверил на себе. Говорит, заморозился, больше не стареет и не болеет. Необычное хобби заставило моржа пересмотреть ценности и поменять образ жизни. Видимо, от вредных привычек заставляет отказаться ледяная вода. Буря эмоций и плюс, когда ты выходишь из воды, у тебя поднимается резко настроение. А в наше время это, я думаю, всем нужно и необходимо. Мы хотим личным примером показать, что можно отдыхать и получать удовольствие без дополнительных допингов. Можно отдыхать с пользой для здоровья. Сергей Колянов свой первый моржовый опыт получит сегодня в 44 года. Но посвящение только для подготовленных. Закаляться Сергей начал ещё летом. Перед погружением – разминка. Воздушные ванны, обтирание снегом, зарядка. И ты уже морж! Бодрее становлюсь, ну и как бы живее. Человеки многие тут оживляются, так можно сказать. Советую брату, советую многим своим друзьям. Но я и привлекаю их. Как что-то есть в этом, такое магическое, можно сказать. Из-за тёплой зимы экстремальный вид закаливания в этом году проходит в режиме лайт. Для начинающих – то, что доктор прописал. После водных процедур моржи не спешат одеваться. Продолжают процедуры на свежем воздухе. И если вам не стало холодно только от одного вида ледяных купаний, попробуйте окунуться на крещение. В первую очередь купаться в оборудованных местах, в присутствии спасателей, медиков. Большая просьба граждан не выходить на лёд, потому что у нас в этом году зима не очень морозная. Стараться, кто в первый раз купается, можно окунаться без головы. То есть обязательно разогреться. И ни в коем случае не делать это при помощи алкоголя. Спиртное противопоказано и после священного обряда. Правда, испытать волшебное чувство погружения дано не каждому. Для зимнего плавания важно не иметь медицинских противопоказаний. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.